Здравствуйте! В эфире программа «Бомеранг». Мы будем говорить в новом цикле о причинах нездоровья граждан, о новых методах лечения, о методах профилактики. И сегодня гости нашей студии – два главных специалистов Нездравсоцразвития Чувашской Республики, главный кардиолог Чувашской Республики Татьяна Мизурова, она же является главным врачом республиканского кардио-диспансера, и главный детский кардиолог Альбина Тимукова, она же заведующая специализированным отделением Республиканской детской клинической больницы. Уважаемые эксперты, вот на предыдущей программе с онкологами мы говорили, что всех жителей планеты пугают будущие эпидемии онкологии, но мне кажется, что в вопросах сердечно-сосудистых заболеваний эпидемии на планете бушуют уже давным-давно. Вот так ли это на самом деле? И вообще, что является причиной такого вообще, ну, кризиса, можно даже сказать, человеческого? Ну, сердечно-сосудистые заболевания действительно в последние годы получили огромное распространение на территории всего земного шара в Российской Федерации, в том числе и в Чувашской Республике. Но это связано с несколькими причинами. Прежде всего, это связано с тем, что сегодня современный человек в период такой урбанизации, в период не очень здорового питания, не очень физической активности, не очень выраженной физической активности, все-таки имеет факторы риска, которые рано или поздно приводят к развитию заболеваний сердца и сосудов. Ну, кроме того, необходимо сказать следующее, что эти заболевания стали распространены, достаточно широко распространенными среди всех заболеваний на земном шаре в последние столетия. Это связано с тем, что раньше люди умирали от сложных, от тяжелых инфекций. Это холера, чума, натуральная оспа. Многие женщины погибали в период родов. И поэтому просто население в 19 веке, в 18 веке не доживало до развития заболеваний сосудов, которые, в принципе, являются предвестниками, скажем, старения организма. И в первую очередь это уровень повышенного артериального давления, которое необходимо контролировать. И впоследствии само артериальное давление становится фактором риска развития более тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Ну вот такая плата за цивилизацию. Мы дольше стали жить, но болезни появились как бы другие. И все-таки, если возвращаясь к факторам риска, какие одни из основных факторов риска? Ну вот самый наиболее такой важный и основной фактор риска – это прежде всего артериальная гипертония. Артериальная гипертония является самостоятельным заболеванием, такое как гипертоническая болезнь, но в то же время повышенное артериальное давление для человека является фактором риска и развить таких грозных сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт, как инсульт. Вторым важным фактором риска в сердечно-сосудистой патологии – это повышенный уровень холестерина. Сегодня все об этом знают, все об этом слышат, но мало кто над этим работает. И достаточно серьезно надо над этим работать, потому что сочетание повышенного артериального давления и повышенного холестерина – это такое серьезное сочетание, о котором говорил еще великий кардиолог Ланг в 30-х годах, который впервые выявил взаимосвязь между давлением и холестерином. Именно он в начале века показал, что именно два вот этих важных фактора являются очень такими наиважнейшими в развитии заболеваний сердца и сосудов. Следующий такой серьезный фактор риска – это уровень сахара. Сахарный диабет сегодня на земном шаре тоже становится эпидемией, к сожалению, надо сказать. И поэтому уровень сахара для больных с повышенным давлением, с повышенным холестерином является дополнительным мощнейшим фактором риска. И еще очень важные такие факторы риска развития заболеваний сердца и сосудов – это курение, это злоупотребление алкоголем, это малоподвижный образ жизни, это стрессовая ситуация, это наследственность, пол, возраст. Вот последние три фактора – наследственность, пол и возраст – это неуправляемые факторы, на которые, к сожалению, мы не можем влиять. А вот те первые, которые я перечислила, на них мы можем влиять, влияние этих факторов мы можем минимизировать и таким образом снижать риск развития заболеваний сердца и сосудов. Альвина Константиновна, а маленькие наши детки почему болеют? Вот все точно так же, как у взрослых, или все-таки не совсем так? Но показатели заболеваемости системы кровообращения у детей сопоставимы в Чувашской республике с данными привозка федерального округа, но не в полтора раза выше, чем в Российской Федерации. И большой вклад вносят, конечно, врожденные пороки сердца. Врожденные пороки сердца по распространенности в структуре занимают первое место. Конечно, заболеваемость врожденной пороками сердца у нас уменьшается, но, к сожалению, есть и у нас поздняя диагностика врожденной пороками сердца у подростков. Если в прошлом году 34 подростка впервые диагностирована была порок сердца, то вот в этом, в 2013 году уже у 17 детей. Справедливости района надо сказать, что это прежде всего были малошумовые пороки. Такие пороки, как небольшие эстонозы, легочные артерии, аорты, небольшие дефекты межпредсердной перегородки, малошумовые дефекты межелудочной перегородки. Это связано с тем, что современные детки быстро вырастают как-то, да? Вот изменилось же все в нашей жизни. Нет, вы понимаете, поздняя диагностика связана именно с поздней диагностикой. Это с тем, что родители прошляпили? Да, это просто эти дети не впервые прошли элитокардиографическое исследование и ультравдоковое исследование сердца уже в подростковом возрасте. Значит, фактор риска – это плохие родители. Неплохие родители, наверное. Ну, как, невнимательные, не следят за своими детками. Ну, наверное, не совсем, но, наверное, нужно все же своевременно проходить ультрадоковой скрининг или это кардиографический скрининг? Ну, и все, о чем говорила Татьяна Николаевна, да, неправильное питание, мне кажется, столько толстых деток, у меня всегда вот душа кровью обливается, когда я вижу. Это же неправильно, это же не только гормональные, как бы, проблемы, да? Это верно, но врожденные пороки сердца с полнотой никакого отношения не имеют. Я хотела бы сказать, что детские кардиологи, это еще и ревматологи, им анализирующие ревматическую патологию, и среди ревматических заболеваний уходят, конечно, на первый план выходят ревматические пороки сердца, ревматические заболевания. И в структуре ревматизма у нас находятся, стоят 24 ребенка с ревматическими пороками сердца. Но сравнивая показатели, скажем, лет 10-15 тому назад, у нас нет комбинированных арталиметральных пороков, которые требовали бы протезирования этих клапанов. Так все-таки риск то в чем это? Все равно это вот та самая недвижимость и неправильное питание у малышей тоже сказывается на их сердечно-сосудистых заболеваниях. Наверное, не совсем питание. Наверное, все же питание больше связано с артериальной гипертензией, проблемой ожирения, наверное. Но вопросы именно воспалительного заболевания, наверное, не связаны с хроническими очагами инфекции, снижением иммунологической реактивности организма, с плохим проведением профилактических докаливающих мероприятий. А мамы, которые пьют пиво, курят, вот на сердечно-сосудистой системе ребенка ведь это должно сказываться ужасно? Да, и, по-видимому, наверное, этот вопрос рассматривается в рамках планирования беременности, как фактор именно профилактики врожденной патологии сердца, не только пороков сердца, но и кордитов, перикордитов. Конечно, наверное, это вот надо рассматривать в рамках планирования все же беременности. А давайте тогда вернемся к ситуации на территории Чувашской республики. Что можно говорить о том, какое количество у нас пациентов есть? Может быть, районы сравнительный анализ какой-то? Ну, на сегодняшний день болезнь системы кровообращения в Чувашской республике наблюдается более 400 тысяч человек. В принципе, если взять популяцию, население Российской Федерации, население мира в том числе, и в Европу, и Америка, примерно 30-40% всего населения, это начиная с маленького ребенка грудного и заканчивая пожилым человеком, 30-40% населения имеет повышенное артериальное давление. Я поэтому и говорю про эпидемию. Это страшная цифра на самом деле. Это повышенное артериальное давление, действительно. Если мы еще возьмем другой возраст, например, в возрасте 60 лет и выше, то тогда эта цифра будет достигать 75% и выше. Естественно, в более молодом возрасте гипертония меньше распространена. Если мы говорим... Вторая форма нашего заболевания – это ишемическая болезнь сердца, которая тоже достаточно широко распространена. Это около 8% населения страдает ишемической болезнью сердца. И очень тесно связана гипертония и ишемическая болезнь сердца. Очень часто пациенты имеют и повышенное давление, и какую-то форму ишемической болезни сердца. На сегодняшний день выделяется на общем фоне заболеваемости и, к сожалению, смертности, выделяется отдельным таким вот структурой. Такой это, конечно, Аллатр, Аллатрский район, Порецкий район, Красночитайский, Шумерлинский район. Вот такой Южный Кост, который всегда имел повышенный уровень и заболеваемости, и, к сожалению, смертности. А что с детства? Ну, что касается алтарематической лихорадки, как сейчас называют, рематизм, то у нас есть районы, в которых заболеваемость выше, чем среднереспубликанские. В частности, районы такие, как Порецкий район, Шумерлинский район, Янтиковский район, Красноармейский район. В этих районах заболеваемость рематизмом выше, чем среднереспубликанский показатель. С другой стороны, есть районы, в которых в течение нескольких лет не регистрируются больные с ревматической лихорадкой. И таких гораздо больше. Это, например, Аллатырь, Батревский район, Ибресинский, Козловский, Марк-Пасадский, Маргаушский, Шумерлинский и Ядринские районы. Если говорить о цифрах, то всего детей с врождёнными пороками сердца около 3 тысяч. Детей с артериальной гипертензией около 120 человек. Больных с ревматизмом 36 детей, из них 24 ребёнка с ревматическими пороками сердца. Но на уровне ПФО и России мы как выглядим? В общем, выглядим неплохо, но у нас показатели даже несколько лучше, чем по Российской Федерации. Что радует? Радует, что дети с ревматическими пороками сердца на сегодня не нуждаются в протезировании клапанов. У нас нет артально-метральных пороков, которые были лет 10-15 тому назад. Протезированные клапаны у нас только наблюдается у детей с врождёнными пороками сердца и с нарушением ритма сердца. И это связано с чем? С тем, что, во-первых, он, видимо, хороший профилактик, поскольку нет ревматических, тяжёлых врождённых пороков. Тяжёлых именно ревматических пороков профилактикой. А врождённые пороки, в общем-то, так сказать, они очень сложные. Во время оперативного лечения возможно вникать в необходимость протезирования клапанов. Есть у нас дети с жизнеугрожающими нарушением ритма, которые ставят именно кардиостимуляторы, дофибрилляторы. Это связано с особенностями же патологии. Уважаемые эксперты, а каким образом организована кардиологическая служба, вот и взрослая, и детская в Чувашской Республике? Ну, наше заболевание сердечно-сосудистное, Наталья Ивановна, это, конечно, достаточно распространённое заболевание. Я вот уже сказала, назвала цифру 400 тысяч. Это большая армия пациентов, которые нуждаются очень в активном наблюдении, врачебном наблюдении. И, конечно, первой ступенью, первым этапом оказания кардиологической помощи является врач общей практики. Участковый врач, семейный врач и так далее. Врач-терапевт, который наблюдает этих пациентов, обследует, назначает терапию, такую, которая необходима данному пациенту. Если на амбулаторном этапе не наступает эффекта от назначаемого обследования, лечения, или пациент нуждается в особом обследовании, он направляется на второй этап. Это кардиологические отделения, специализированные кардиологические отделения, которые существуют сегодня в городе и в Республике, организованном межрайонном центре. На сегодняшний день в Республике кардиологические отделения существуют в следующих межрайонных центрах. Это город АллатР, это город Шумерля, это город Канаш, это Новочебоксарск и, конечно, республиканский кардиологический диспансер, который принимает районных пациентов. То есть, если в ЦРБ нет такого отделения, нет таких кое-каких показаний? Да, никаких проблем. Пациент, если необходимо, направляется на второй этап в кардиологическое отделение. Если пациент требует специальных методов обследования и специальных методов лечения, в этом случае пациент направляется в республиканский кардиологический диспансер, который оказывает вместе с республиканской клинической больницей специализированную кардиологическую помощь, в том числе высокотехнологичную. Вот три этапа оказания кардиологической помощи нашим пациентам. С кадрами как у нас вопрос остается? С кадрами, конечно, всегда проблема. Естественно, и у кардиологов есть проблемы. Но на сегодняшний день, в принципе, все лечебные учреждения укомплектованы кадрами для того, чтобы полностью оказать помощь своим пациентам. Чтобы на первом этапе не проследить, не потерять человека. Обращать на себя внимание, конечно, так же, как и во всей России, об этом говорит Евгений Иванович Азов, наш главный кардиолог Российской Федерации, о том, что прежде всего страдает кадровая служба на селе. И у нас, к сожалению, у населения на сегодняшний день полноценных пять организованных кардиологических кабинетов, где работают врач-кардиолог на ставку. А в остальных районах лечебных учреждений кардиологи являются совместителями. То есть врач-терапевт совмещает, прошел учебу, получил сертификат и совмещает должность кардиолога. В любом случае, кардиологи в лечебных учреждениях в районах работают, работают кардиологи и в кардиологических отделениях, и в принципе каких-то больших проблем сегодня в оказании кардиологической помощи у нас нет. Ну и территории-то у нас не Сибири, у нас доезды-то такие близкие. А что с детской кардиослужбой? Принцип действия такой же, что на первом этапе оказывает медицинскую помощь участковый врач или врач общей практики, он направляет при подозрении на кардиологическое заболевание к кардиологам. Ну, педиатрам в данном случае, да? Педиатрам, да. Направляет к кардиологам в город Чебахсар, Ново-Чебахсарск, в сельской местности. Дети сразу поступают к кардиологу консультативной поликлиники. При, значит, если выявляете, скажем, какое-то органическое заболевание кардиологическое, такое, как врожденный порог сердца, зерозное нарушение ритма, артериальная гипертензия, кардиты, то кардиолог город Чебахсар, Ново-Чебахсарск направляют сразу к кардиологу консультативной поликлиники нашей республиканской больницы. Ну и у вас серьезное отделение. Да, у нас идет, в общем-то, отбор детей на оказание высокотехнологической медицинской помощи как по кардиологическому, так и по ремокологическому профилю. А что у нас с врачами, с детскими? Ну, что касается штатов кардиологов, хочется сказать, что у нас только две поликлиники, которые имеют кардиолога на полставки, и одна поликлиника, которую кардиолога не имеет. Но этим вопросом мы занимаемся, и в этом году мы укомплектуем полностью эти штаты. Кроме того, мы хотим подготовить и ревматологов, и с кардиологов, поскольку это все же карди-ревматолог, так сложилось, эта специальность. И осенью, в сентябре, будет организован цикл профессиональной переподготовки по репатологии. Татьяна Николаевна, и все-таки мы живем в условиях эпидемии. Что делает правительство России и правительство Чувашской республики для того, чтобы попытаться изменить эту ситуацию? На территории Чувашской республики у нас уже много лет работает программа борьбы с социально значимыми заболеваниями. И в рамках этой программы существует подпрограмма артериальная гипертония и сосудистые заболевания. Сосудистые заболевания здесь в первую очередь имеются в виду организация экстренной помощи больным с острым инфарктом миокарда и с острым нарушением мозгового кровообращения или инсульта. И вот в рамках этих двух программ осуществляют свою деятельность и кардиологи, и врачи общей практики, и выполняются те или иные мероприятия для того, чтобы программа реализовывалась, и мы максимально выявляли вовремя пациентов и проводили им необходимое лечение. На сегодняшний день на протяжении нескольких лет существует стабильно сложившаяся тенденция по снижению самого основного нашего показателя, достаточно очень объективного, это смертность пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках работы этой программы, она работает 2008 года, 5 полных лет, уже пошел 6-й год, более 5000 пациентов были спасены от острого инфаркта миокарда. И, наверное, острого инсульта встречается больше, и поэтому от острого нарушения мозгового кровообращения тоже более 5000 человек, и в среднем 10 тысяч человек за 5 лет спасены жизни. Ну и вообще, если мы говорим о смертности от болезни системы кровообращения, Чувашевская республика по показателям смертности стоит ниже, чем ПФО, Привозовский федеральный округ, и чем Российской Федерации. Эта тенденция сохраняется на протяжении ряда лет. В смысле, у нас гораздо лучше. Ниже смерть, показатель смертности, то есть у нас меньше умирает пациентов от заболеваний сердца и сосудов. Ну, на этом процессе, наверное, сказывается то, что прекрасный сосудистый центр у республиканской больницы мы построили, да, и то, что ваш кардиодиспансер фактически тоже переехал когда-то в новое здание, и сегодня в его условиях уже наши чувашские хирурги проводят высокотехнологические операции, за которыми раньше людей отправляли в Москву и в какие-то другие федеральные города. За это цифры сказывается много. В первую очередь, за это цифры сказывается и работа первичного звена. И та диспансеризация, которая началась в прошлом году, но до этого проводилась диспансеризация работающего, неработающего населения. Вот эта диспансеризация, которая началась в прошлом году, впервые в Российской Федерации, в Чувашской Республике, и Чувашская Республика достойно с этой задачей справилась, позволила выявить большее количество пациентов, которые имеют заболевание сердца, но об этом даже не подозревали. И это позволит сохранить им вовремя их здоровье и жизни. Кроме этого, в снижении смертности, конечно, большую роль играет организация экстренной, оказание экстренной помощи больным с острым инфарктом миокарда. С 2008 года, как я уже сказала, работает сосудистая программа на территории Чувашской Республики. Организовано 4 первичных сосудистых центров по оказанию помощи больным с острым инфарктом миокарда. На территории всей Чувашской Республики. То есть, чтобы, уважаемые зрители и слушатели, скорая гораздо быстрее доехала до нуждающегося пациента, чтобы его не везли спасать в Чебоксаро, а спасали там где-то на территории. Это очень важно, потому что на сегодняшний день очень трудно в каждом лечебном учреждении организовать необходимую службу, которая будет эффективно, современно и своевременно оказывать необходимую помощь. Потому что, как мы понимаем, в каждом лечебном учреждении невозможно собрать всю необходимую аппаратуру. Да и врачей-то мы не найдем. Собрать полный кадровый состав для того, чтобы принять 5-10 человек, 20 человек в год и оказать им достойную профессиональную помощь. Вот для этого собраны организованные центры, где собраны сконцентрированные кадровые ресурсы, оборудование, материальные возможности для того, чтобы полноценно оказывать помощь. Скорое время довоза составляет не более 60 минут. Это позволяет, вот это и позволило сохранить те самые 5 тысяч жизней, которые выжили, эти пациенты выжили, перенеся острый инфаркт миокарда. К сожалению, мы видим массу примеров, когда пациент сидит, почувствовав боли в грудной клетке, причем боли часто бывают нестерпимые, очень сильные боли с холодным потом. Тем не менее, он начинает думать и рассуждать, от чего у него появились боли. Остехондроз, спина заболела, может быть, что-то он простыл, его продуло, это бронхит или что-то. Ну, не хочет человек в больнице всеми силами, да? Да, не хочет. И поэтому, значит, затягивается процесс вызова скорой помощи. Часто больные вызывают помощь на второй день, через 2-3 дня, а, к сожалению, это уже поздно. Ухудшает конечный результат. Это поздно, потому что если пациент с острым инфарктом вызовет скорую помощь в первые 2-3 часа, ему можно будет провести особый вид лечения, тромболитической терапии. То есть растворить тот тромб, который образовался в сердечном сосуде, это позволит полностью восстановить и даже остановить процесс образования инфаркта. Иногда у таких больных мы даже не видим рубцов на кардиограмме. А если пациент вызвал скорую помощь хотя бы не в первые 3 часа, но в течение 6, максимум 12 часов, ему, возможно, будет провести через кожное коронарное вмешательство, растворить тот же тромб, который образовался в сердечном сосуде, поставить стенд, если это необходимо, и опять-таки спасти ему не только его жизнь, но спасти тот миокард, который при развитии инфаркта миокарда погибает, и потом этот пациент выходит на сердечную недостаточность, на тяжелые нарушения ритма, на тяжелые заболевания сосудов. Поэтому очень важно время вызова скорой помощи. Поэтому, если уважаемый пациент, если у вас болит 15, 20, 30 минут, если вам нитроглюцерин, даже если помог, но не полностью, вызовите лишний раз скорую помощь, которая снимет вам кардиограмму, сделает анализ крови, и этот анализ, и кардиограмма позволят правильно и вовремя поставить диагноз инфаркта миокарда. Ну, в этом месте, наверное, совершенно логично мне задать такой вопрос о высоких технологиях, которые вы уже рассказываете, как они вошли в нашу жизнь. Что такого особенного мы делаем? Высокотехнологичная медицинская помощь в Чувашеской Республике вопрос, если мы говорим о сердечно-сосудистой хирургии, проводится с 90-х годов. Впервые в 93-м году был имплантирован в Чувашеской Республике первый электрокардиостимулятор. Начинались операции на сосудах шеи, как профилактика инсульта. Начинались операции на аорте. И впоследствии, в 96-м году, когда был открыт кардиохирургический корпус, постепенно наши специалисты учились во многих федеральных центрах для того, чтобы сегодня более тысячи операций в год проводить именно высокотехнологичных операций в год. Да, и у нас такие учителя приезжали. Мировые, по сути дела, звезды российской кардиохирургии учили наших докторов проводить высокотехнологичные операции. Да, у нас приезжали профессора из научного центра хирургии. Это и профессор Иванов, и профессор Нечаенко. К нам приезжал профессор Медведев в Нижний Новгород. У нас был в гостях в 2008 году академик Бакир Илья Антонович, который провел на базе нашего учреждения три операции. К нам приезжал профессор Шевченко Юрий Леонидович, будучи министром здравоохранения Российской Федерации. Тоже провел три операции на базе нашего учреждения. И наши кардиохирурги, наши анестезиологи, реаниматологи, специалисты разного профиля ежегодно и неоднократно в год выезжают в разные регионы страны, в Москву, в Санкт-Петербург, в Пензу в том числе мы выезжали тоже на рабочее место. То есть постоянно учатся, совершенствуются в проведении высокотехнологичных операций. И как я уже сказала, таких операций мы делаем год более тысячи разных видов. Это и пороки сердца, и аортокоронарное шунтирование, и стентирование, имплантация кардиостимуляторов. Есть очень много нового, чем мы начали заниматься. Да, вот все-таки это и оборудование какое-то, и диагностическое, и лечебное. Чем мы можем вот здесь похвалиться? В рамках программы модернизации, которая проходила в 2011-2012 году, кардиологическая служба Чувашской республики получила много серьезного, интересного, необходимого оборудования. Наше учреждение только получило оборудование более чем на 150 миллионов. Эта оборудование сегодня позволило нам поставить на поток такие операции, как радиочастотная абляция. Это операция при сложных нарушениях ритма, которая позволяет пациенту сделать абсолютно здоровым. И это стало возможным только потому, что мы получили комплекс необходимого оборудования в рамках программы модернизации. Кроме этого, мы на сегодняшний день в рамках программы модернизации также получили второй ангиограф. Это тоже позволяет расширить наши возможности в плане обследования пациентов. Последние два года мы имплантируем трехкамерные кардиостимуляторы при тяжелой сердечной недостаточности, когда пациентам не помогает ни консервативная терапия, ни другое хирургическое лечение, когда уже, наверное, поезд ушел, и даже невозможна трансплантация сердца. В этом случае имплантируется трехкамерный кардиостимулятор, и пяти пациентам мы эту операцию провели. Врачи, наверное, только в Баклевском центре делали такие операции. Да, это в Баклевском центре. Стоимость этой операции достаточно высока. Такой стимулятор обходится более 700 тысяч рублей. Но в рамках программы кардиохирургии это стало возможным, и пять пациентов этот метод лечения получили. А что с высокими технологиями у маленьких наших пациентов? Высокая технологическая медицинская помощь детям кардиологического и рематологического профиля оказывается Федеральная клиника города Москвы, города Пензы и Казани. Проводится ежегодный отбор на детей, которые неопоказательно нуждаются в этой помощи. Мы привлекаем специалистов научного центра сирище-сосудистой хирургии имени Бакулева, привлекаем специалистов Федерального центра сирище-сосудистой хирургии города Пензы. Ежегодно оперируют 150-200 детей с врожденными пороками сердца. И, в общем-то, проблем в оперативном лечении детей с пороками сердца у нас нет. Есть проблемы в очереди уже в самих кардиохирургических центрах. Но дети, нуждающиеся в неотложной кардиохирургической помощи, ее получают. Завершая нашу программу, что вы сказали нашим слушателям и телезрителям в сфере, конечно, профилактики? Необходимо отметить следующее. Профилактика существует и первичная. То есть, когда мы с вами имеем здорового человека, когда у него нет сегодня заболеваний сердца и сосудов, и он должен понимать и помнить о том, что рано или поздно какие-то проблемы всегда начнутся. А если у человека родители имели заболевание сердца, сосудов до 50-55 лет, то, конечно, ему надо уже лет в 30-40 задуматься о том, какое у него артериальное давление, какой уровень холестерина, не повышается ли сахар. Подумать о том, как он питается, сколько километров в день он ходит. Очень важно на это обратить внимание, потому что это не требует сегодня больших каких-то финансовых уложений. Измерить артериальное давление, определить уровень холестерина, ежедневно стараться 4-5-6 километров проходить средним темпом пешком, правильно питаться. Да хотя бы километр-то уже начали. Здоровый образ жизни, конечно, это основа профилактики всех заболеваний. Что касается профилактики рождения детей с врождёнными пороками сердца, это, конечно, планирование семьи. Это обследование будущих родителей до начала беременности. Это исключение хронических заболеваний, исключение инфекции и, конечно, ультурно-таковой скрининг на 12-16 неделе беременности. Конечно, санация хронических очагов инфекции, отлечение острой ангины и, конечно, длительная бициленопрофилактика. Некоторые родители неправильно понимают вопросы профилактики заболевания и пытаются изучать антибиотики при первых признаках вирусного заболевания. Ну что ж, уважаемые эксперты, спасибо вам за участие в программе. А вам, уважаемые зрители и радиослушатели, доброго здоровья. Ваше здоровье в ваших руках.